Привет, друзья! Сегодня сравним между собой участников будущего чемпионата Европы по футболу. Швейцария и Турция пробивались на Евро по 5 раз. Уэльс – 2 раза, Италия – 10. Ей отдадим первый плюс. Чемпионом Европы становилась только Сквадра Адзура. Следующая категория сравнения – лучший бомбардир отбора. В составе команды Манчини – это Белотти 5 голов. Турак Тасун также отметился 5 раз. Швейцарец Итен имеет 3 мяча. В составе Уэльса 3 футболиста забили по 2. Бануччи и Киеза дали по 3 передачи. У Швейцарии 2 игрока дали по 2 пасса. У Турции таких игроков 3. На счету валится Джеймса 2 передачи. И вновь в плюс достается сборной Италии. Всего итальянцы забивали 37 голов, а пропускали 4 разница плюс 33. Показатели Швейцарии следующие – 19, 6 разница плюс 13. У Турции 18 забито и 3 пропущено плюс 15. Уэльс 10 забил и 6 пропустил плюс 10. Италия не дает шансов соперникам. В следующей категории лидеры квартета заработали в отборе 30 очков. Швейцарцы 17, турки 23, валидцы 14. Самый крупный счет в отборе. У Италии 9-1 против Армении. У Швейцарии 6-1 против Гибралтара. У Турции 4-0 против Румынии. У Эльса 2-0 с венграми и азербайджанцами. Желтые и красные карточки. У команды Манчини 12-0. У Швейцарии 14-0. У Турции 22-0. У Эльса 21-0. Италия продолжает избивать соперников. Эффективность ударов составила 39%. У Швейцарцев 32%. У Турок 38%. У Валийцев 38,5%. Трансферная стоимость игроков итальянской сборной равняется 624 млн евро. У Швейцарской 183 млн евро. Турцию ценили в 215 млн евро. У Эльс в 147 млн евро. Место в рейтинге на конец января 2021 года. Италия 10-я. Швейцария 16-я. У Эльс 18-й. А Турция 32-я. Хочу заметить, что если бы сравнивали отдельно Турцию и Швейцарию, счет был бы 5-3. Разберем сейчас группу Хорватии, Чехии, Англии и Шотландии. Участий 6-7-10-3. Англия получила первую награду. Кубков Европы нет ни у кого. Лучший бомбардир. Петкович 4. Шик 4. Кейн забил 12 голов. Макгин 7. У Англии уже 2 плюса. Лучший ассистент. Таян, кто отдал 3. А Стерлинг 7 передач. Голы. Хорватия 17-7. Разница плюс 10. Чехия 13 разница плюс 2. Англия 37-6. Разница плюс 31. Шотландия 16-9 плюс 7. Англичане впереди 4-0-0-0. Очки. У Хорватии 17. Англия и Чехия, помним, играли в одной группе отбора 21-15 очков. Соответственно, у Шотландии 15. Самый крупный счет в отборе. У Хорватии 4-0 против Словакии. У Чехии 6-0 против Болгарии. У Англии 7-0 против Черногории. У Шотландцев 6-0 Сан-Марина. И вновь команда Саудгейта лучше 6 очков. Желтые и красные карточки. У Хорватии 17-0. У Чехии 16-0. У Англии 9-0. У Шотландии 20-0. Эффективность ударов. У Хорватии 33%. У Чехии 34%. Попали в створ ворот. У Англии заоблачная эффективность 56%. У Шотландии 33%. Трансферная стоимость. Хорватия 284 миллиона. Чехия 136 миллионов евро. Англия 1 миллиард 33 миллиона евро. Шотландцы 216 миллионов. Место в рейтинге FIFA. Хорватия 11-я. Чехия 42-я. Англия 4-я. Шотландия 48-я. Итак, чистая победа Англии 10+. Переходим к группе, где выступают Бельгия, Дания, Финляндия и Россия. Количество участий 6-9-1. И у России 6 без СССР. Дания вырвалась в лидеры. Кубок Европы имеют только датчане. Все помним тот курьезный случай 1992 года. Лучший бомбардир. Лукаку забил 7 мячей в отборе. Эриксон 5. Пуки 10. Дзюба 9. У финнов первый плюс. Вот это уже интрига. Лучший ассистент у Азара и Дебрюйне. По 7 передач. У Эриксона 4. Лот ассистировал 3 раза. Отдзюба 5. Первый плюс достается Бельгии. Голы. Бельгия 43. Разница плюс 37. Дания 23-6. Плюс 17. Венгрия 16-10. Плюс 6. Россия 33. 8 плюс 25. У Бельгии вторая победа в нашем сравнении. Очки 30. 16 у Дании. 18 у финнов. И 24 у России. Бельгия лидер 3+. Самый крупный счет в отборе. Бельгия и Россия по 9-0 обыграли Сан-Марино. Дания 6-0 против Гибралтара. Финляндия 5-0 против Лихтенштейна. В этой категории ничья. Желтые и красные карточки. У первой сборной 6-0. У второй 7-0. У третьей 15-0. У четвертой 10-1. Эффективность ударов. У первой сборной 45%. У Дании точность 35%. У Финляндии солидный 42%. У России эффективность 37%. У Бельгии 5+. Трансферная стоимость. Бельгия 654 миллиона. Дания 238 миллионов. Дебютант Финляндии 42 миллиона. Россия 153 миллиона евро. Место в рейтинге. Бельгия 1. Дания 12. Финляндия 54. Россия 39. Счет. Бельгия 7+, Дания 2. Финляндия 1. Россия 0. Далее рассмотрим Польшу, Словакию, Испанию и Швецию. Количество участий 4, 2, 11 и 7 у Швеции. Кубок Европы. Фурия Роха добивалась трижды. Счет 2-0-0-0. Лучший бомбардир. Ливандовский. 6 голов. У Словака 2 игрока забили по 3 раза. У Испании 3 игрока забили по 4 мяча. У Шведа Куайсона 5 голов. У Польши 1 плюс. Лучший ассистент. Гросицкий. 3 паса. 2 Словака дважды ассистировали. Морена 4 передачи. У Берга 3. Испания заработала третью награду. Голы. Польша 18-5. Разница плюс 13. Словакия плюс 2. Испания 31-5 плюс 26. Швеция 23. 9 плюс 14 очки. 25-13. Испания и Швеция выступали в одной группе, как помним, 26 и 21 очко соответственно. Самый крупный счет в отборе. У Польши 4-0 против Израиля. У Словакии 2-0. У Испании 7-0 с Мальтой. У Швеции 3-0. Шестой плюс для Испании. У первой сборной 18 желтых и 0 красных карточек. У второй 22-2. У испанцев 18-1. У шведов 15-0. Эффективность ударов у Польши 35,5. У Словакии 42%. У Испании 38%. У Швеции самый высокий процент 46. Им второй плюс. Трансферная стоимость. Польша 287 миллионов. У Словакии 110. У Испании 915. У Швеции 205. Место в рейтинге. Польша 19-я. У Словакии 33-я. У Испании 6-я. А Швеция 20-я. Счет. У Польши 1 плюс. У Словакии 0. У Испании 7. У Швеции 2. Движемся далее. Количество участий. Австрии 3. Нидерландов 10. Северная Македония дебютант. А для Украины это третий евро. У голландцев 1 кубок Европы. Им достается второй плюс. Лучший бомбардир. Арнаутович 6. Виналдум 8. Эльмаз 4. Яремчук 4 мяча. Лучший ассистент. У двух австрийцев по 3 передачи. У Депая 8. У Алиосски и Малиновского по 3. Нидерланды впереди. Галы. У Австрии 19-9. Разница плюс 10. У Нидерландов 24-7. Плюс 17. У Северной Македонии 12-13. Разница минус 1. У Украины 17-7. Плюс 10. Очки. У австрийцев и голландцев по 19. У Северной Македонии 14. И первый плюс зарабатывает Украина. 20 очков в отборе. Самый крупный счет в отборе. У Австрии 6-0 с Латвией. У Нидерландов 5-0 с Эстонией. У Северной Македонии 3-1 с Латвией. У Украины 5-0 с Сербией. Видим, что еще две сборные играли в одной группе. Это Австрия и Северная Македония. Первая получает первый плюс. Желтые и красные карточки. У первой сборной 19-0. У второй 9-0. У третьей сборной 35 желтых и одна красная. У четвертой 13-1. Эффективность ударов австрийцев 34%. У Нидерландов 43%. У Северной Македонии 36%. У украинцев 38%. У голландцев уже 6 плюсов. Трансферная стоимость 242 миллиона. 479 миллионов, 45 миллионов и 109 миллионов затянул состав Украины. Место в рейтинге 23-е, 14-е, 65-е и 24-е. Счет. У Австрии и Украины по плюсу. У Нидерландов 9. И закончим группой смерти. Количество участий Франции 10. У Германии 13. У Венгрии 4-е участие. У Португалии 8-е. У первой сборной 2 Кубка Европы. У второй 3. У четвертой 1. Но Германия получает второй плюс. Лучший бомбардир. Жеру 6. Гнабри 8. Урбан 3. Роналду забил в отборе 11 мячей и принес Португалии первый плюс. Лучший ассистент. У Гризмана 7 пасов. 9 немецких игроков отдали по 2 передачи. У Джуджа Ка 2. Бернардо Силва 6. У французов первый плюс. Завязывается интрига. Голы. У Франции 25-6 плюс 9. У Германии 37 плюс 23. У Венгрии 8-11. Отрицательная разница минус 3. У Португалии 22. 6 плюс 16. Очки. 25, 21, 12 и 17. Напомню, что Венгрия заняла в группе отбора лишь 4 место, но вышел на турнир через Лигу наций. Самый крупный счет в отборе. У Франции 4-0 с Исландией и Андоррой. У Германии 8-0 с Эстонией. У Венгрии 3-1 с Азербайджаном. У Португалии 6-0 с Литвой. Красные и желтые карточки 14-0. У Германии всего 3 желтые и 1 красная. У Венгрии 25-2. У Португалии 6-0. Эффективность удара в Франции 39%. У Германии 42%. У Венгрии 38,5%. У Португалии 39,1%. Интересная категория. Трансферная стоимость особенно в этой группе. 1 миллиард. 737 миллионов. 21 миллион. И 802 миллиона. Место в рейтинге. Второе. Тринадцатое, сороковое и пятое счет. У Франции 4+, у Германии 6, у Венгрии 0, у Португалии 1. Из следующего выпуска вы узнаете расписание отбора на чемпионат мира 2022 года в Европе. Услышимся!